Друзья, всем привет! С вами канал MMA Review и сегодня мы поговорим о еще одном главном событии, которое пройдет также на этих выходных. Ветеран промоушена Джуниор Дос Сантос встретится с молодым проспектом Тайм Тювасой по прозвищу Бамбам. Также скажу, что этот карт будет сильно насыщен хорошими боями, так что будет на что посмотреть. Ну а мы переходим к бою цыгана. Поехали! Джуниор Дос Сантос. 34-летний бразилец по прозвищу Цыган, бывший чемпион UFC в тяжелом весе. На данный момент вышел на победную тропу, победив сильного дебютанта Благова Иванова. А последнее же поражение было Степи Меочичу в 2017 году техническим нокаутом. Плюсы бойца это его опыт, бокс, сила и нокаутирующая мощь. Дос Сантос провел 24 боя за карьеру, в 19-ти одержал победы, в 12-ти из которых были нокаутом при 5-ти поражениях. Тай Туйваса. Австралиец. Ему 25 лет. Провел за карьеру 8 боев, 3 из которых были в UFC, и все закончились успешно, 2 из которых были нокаутами. В последнем поединке решением победил Андрея Орловского. Правда, многие считают по сей день, что этот вердикт был спорным, и я в том числе. Плюсы же бойца это хорошая стойкость, ударная техника и нокаутирующий удар. Туйваса провел 8 боев, во всех одержал победы, 7 из которых были нокаутом, поражений не имеет. Сравнивая бойцов, коснемся, как всегда, с самого начала антропометрии, где сразу же выделю Дос Сантоса, который имеет небольшое преимущество в росте, размахи рук и ног на 5 сантиметров. Но и Туйваса в некоторых аспектах тоже хорош, а именно в весе. Примерно на десяточку будет весить больше, также младший на 9 лет и является левшой. Теперь же сразу рассмотрим партер в этом противостоянии. А точнее отсутствие партера. Стилистически бойцы базовые ударники предпочитают больше внимания уделять именно стойке и конкретно работе руками. Борьбы же предпочитают избегать. И максимум, что мы скорее всего увидим в этом поединке, это клинч у сетки, который я думаю на опыте будет выигрывать цыган. А вот что касается поединка в стойке, Туйваса хорош, обладает увесистыми ударами, любит работать первым номером и старается постоянно нокаутировать своего соперника. Дос Сантос очень опытный, разнообразный боец, который также может отправить тебя одним ударом или серией ударов на канвас в глубокий сон. Думаю, в этом поединке цыган будет очень расчетлив, придерживаться плана, стараться вести бой осторожно и не зарубаться с молодым панчером. Джуниор имеет преимущество в скорости, опыте, также отлично велосипедит и имеет хорошее кардио, что совсем нельзя сказать про Туйвасу. Бам-Бам же побеждал нокаутами, вау, да, это круто. Но кого он там побеждал нокаутами? Я уверен, вы и половины даже не знаете имен. Дос Сантос же побеждал нокаутами, когда Туйваса еще в школу ходил. И когда Бам-Бам встретился с Орловским, сразу же многие проблемы вылезли наружу. Чувство дистанции, выносливость. И именно этим, думаю, цыган и воспользуется. Мой прогноз – это победа Джуниора Дос Сантоса. Аргументирую тем, что Дос Сантос имеет преимущество в длине конечностей, обладает отличным футворком, закален в сумасшедших сражениях с лучшими бойцами всех времен и просто так списать его категорически нельзя. И чтобы победить Джуниора Дос Сантоса, одного тяжелого удара мало. Вот такой вот бой, друзья, пройдет уже на этих выходных. Напомню, что он продлится 5 раундов. Пишите, кто по-вашему одержит победу в этом поединке, опыт или все же молодость. А у меня на сегодня все. Смотрите предыдущие разборы. Не забывайте поддерживать меня своим бойцовским лайком и обязательно подписывайтесь. Всем мир и до скорого. Субтитры подогнал «Симон»